Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о заочном осуждении. Теперь в суд можно вызвать подозреваемого, который находится не в Украине, с помощью публикации повестки в официально зарегистрированном СМИ. Эксперты считают, что в частности это позволит более эффективно проводить заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Кроме того, документ разрешает и вынести приговор в отсутствие обвиняемого. «Зібранные доказы следствиями Украины, прокуратурой мают быть негально переданы до суду. И через прозорий механизм судового процесса злочинцы, в том числе тих, кто винно за безновиднее жертвы на Майдане, мают быть притягнены до ответственности. Внесение технических изменений в законопроизводительное правосудие даёт возможность восстановлению справедливости. На этой неделе глава государства побывал с рабочим визитом в Луганской области. Пётр Порошенко вручил реанимобили и спецавтотранспорт для медицинских учреждений региона. В нынешнем году для Луганщины предусмотрены средства ещё на 40 санитарных машин. Это принципово было для меня, чтобы вы в качестве первого приоритета выделяли дворцы державного бюджета миллиарды гривен на Луганскую и Донецкую область. Меж миллиарда гривен передбаченого на восстановление инфраструктуры Луганщины на систему надания медичної допомоги выделено майже 350 млн гривен. Край важливо развивати и поддерживать такие заклади, которые продолжают полностью функционировать, которые вимушено перебрались с тимчасово окупованих территорий и надают послуги в межах вільної контролёванные частинии области. Также на Луганщине Порошенко встретился с военнослужащими 17-й танковой части, которая, согласно Минским соглашениям, отведена от линии соприкосновения. На этой неделе, во время последнего заседания, трёхсторонняя контактная группа подтвердила соблюдение режима тишины в период пасхальных праздников, начиная с 10 утра 13 апреля. И если боевики продолжают нарушать договорённости, то на полигоне для главы государства провели учебные стрельбы. Танковые подраздели Збройных сил Украины отродилися в запекных боях и есть сегодня главной ударной силой сухопутных войск. Это и наши танковые бригады, и танковые подраздели в моторизованных бригадах. Пётр Порошенко подчеркнул, что танковые силы в случае необходимости готовы в самый короткий срок вернуться на свои позиции для укрепления рубежей. Но при этом глава государства отметил, что независимость даётся стране высокой ценой. Только в этом году от вражеских обстрелов погибли 69 бойцов ВСУ и 420 были ранены. Всего же за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла больше 2500 военнослужащих. В их числе и известный оперный певец Василий Слепак. Родителям героя Украины на этой неделе президент вручил награду. Василий Слепак был посмертно отмечен звездой героя за исключительное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Надежда Тофан, Объектив неделя. Продолжение следует...